Теперь мы с вами поговорим о ролях в рамках обсуждения модели объектов бизнес-окружения. Понятие ролей в модели невозможно осознать без осознания самой сути процессного подхода на предприятие, матричной структуры управления. Пока вы находитесь в функционально-административном управлении, о ролях можно не говорить. Но как только ваше предприятие увеличивается в размерах, масштаб его деятельности тоже сильно увеличивается, то функциональная система управления уже не справляется с потоком информации, с распределением обязанностей. В таком случае лучше всего переходить на матричную структуру. Сотрудник в матричной структуре имеет двойное подчинение административное и функциональное. Все, что у нас относится к функциональному подчинению, мы будем рассматривать с точки зрения ролей, а не с точки зрения должностей, которые у людей обычно написаны в трудовых книжках. После того, как модель процессов написана, и у вас возникли функции, соединенные друг с другом в какой-то алгоритм, встает задача, кто является ответственным за исполнение этих функций. Дело в том, что мы, конечно, можем сюда в качестве исполнителя поставить какую-то должность, например, коммерческий директор, или директор по продажам, или менеджер по продажам. Но дело в том, что сама организационная структура – это очень подвижная субстанция. То предприятие расширяется, то оно сокращается, какие-то менеджеры выбывают из этой структуры, появляются новые должностные лица и так далее. И всякий раз в этом случае приходится заходить в эти модели бизнес-процессов и все здесь менять. Другое дело, что если за бизнес-процессом закрепить не должности, а закрепить роли, то есть представьте себе, что эти бизнес-процессы – это сценарии какого-то спектакля. Этот сценарий написан раз и навсегда, и в этом сценарии какие-то роли исполняют определенные функции. Сценарий этот написан, он опробован, он оптимизирован, и в конце концов он утвержден, работает и не дает никаких сбоев. Сам сценарий работает, а вот штатная структура, она может меняться в хорошие времена, она может расширяться, в не очень хорошие времена сокращаться. Лучше всего штатную структуру рассматривать отдельно и между штатной структурой и бизнес-процессами рассматривать роли. Например, выделяемой штатной структурой какую-нибудь должностную единицу, допустим, коммерческий директор. Этот коммерческий директор должен иметь определенный профиль, это набор ролей, который он выполняет в зависимости от того, в какой ситуации находится компания. Этот набор ролей у него может быть достаточно узким, тогда, когда масштаб предприятия не очень большой. Когда масштаб вырастает, увеличивается количество транзакций по каждой функции. Очевидно, что коммерческий директор уже с этим не справляется, его профиль сокращается на какую-нибудь роль. Приходит новый сотрудник, и он начинает уже выполнять эту роль. Если вы, например, начинаете заниматься улучшением функциональной деятельности компании, вы касаетесь как раз только бизнес-процессов и ролей, которые с ними связаны. И вы не трогаете область орг-структуры. Улучшили вы эти функции, улучшили бизнес-процессы, посмотрели, что некоторые роли у вас остались безответственных. Перешли в диаграмму распределения ролей, назначили на эти роли ответственные. Или переназначили. Старого ответственного выбрали, поставили нового. Таким же образом мы можем распределять нагрузку между сотрудниками. Мы можем оценивать эту нагрузку по количеству тех ролей, которые каждый из этих сотрудников имеет. У кого-то этих ролей может быть очень много, у кого-то недостаточно. И то, и другое плохо. В этом случае у нас система перегружена, что ведет к большому количеству ошибок. В этом случае она недогружена, что ведет к удорожанию системам, потому что у нас не происходит нормальная амортизация. И мы эти ситуации должны поправить, произвести перераспределение. Задача эта входит в компетенцию директора по HR. То есть директор по HR должен следить за тем, чтобы распределение ролей между должностями осуществлялось рационально. Очевидно, чтобы человек исполнял какую-то роль, должны быть получены компетенции для этой роли. То есть каждая роль предполагает обучение тому, за что она отвечает. Давайте с вами посмотрим, где создаются диаграммы ролей, из чего они создаются и как они распределяются. В нашей директории, если мы будем входить в каждую ветку, открываем данные, попадаем на диаграммы, как раз связанные с ролями. Такие диаграммы называются обычным диаграммом распределения ролей. Вот мы с вами попали на диаграмму, давайте ее попытаемся понять. Берем View, нажимаем Fit to Window. Теперь мы ее видим полностью на экране. С левой стороны мы видим роли, с правой стороны мы видим должности. Если мы приглядимся повнимательнее, то мы кроме должностей видим еще и категории должностей. Вот, например, категория руководитель среднего звена. Она исполняет роль аналитик регламента. О чем это говорит? Это говорит о том, что эту роль исполняют все руководители среднего звена в том бизнес-процессе, где эта роль участвует. То есть, если я пришел на предприятие, у меня определена какая-то должность, категория этой должности руководитель среднего звена. Значит, бизнес-процесс, за который отвечает аналитик регламентов, это в том числе и мой бизнес-процесс. То есть, это общий бизнес-процесс для всех руководителей среднего звена. Если моя должность менеджер, то я отвечаю за бизнес-процесс, где принимает участие роль инициатор нового документа. Давайте разберемся, куда берутся эти роли и как они создаются. Когда мы разбирали с вами орг структуру, для каждой должности у нас была выделена категория. Давайте мы зайдем в менеджеры. Properties. Открылось информационное окошко и мы видим, что у выделенного элемента есть мастер-объект. А его как раз нет, мастер-объект здесь. Помощник ГД. Выделяем. Properties. У этой должности есть мастер-объект, менеджер. То есть, менеджер является категорией должности. Вот то же самое есть у ролей. То есть, у нас есть категории ролей, из которых остальные роли получаются с помощью связи в вариант. Например, заходим в инициатор нового документа. Properties. Есть такая категория ролей, называется инициатор. Давайте сейчас откроем диаграмму с категориями ролей и посмотрим ее целиком. Такая категория ролей лежит у нас в общей папке. Здесь у нас есть под директорией роли категория ролей. Давайте мы ее выведем вместе с предыдущей диаграммой. Это мы сейчас свернем. Пять винтового вертикали. Нажмем view. Фид. Категории ролей. Есть бизнес-роли, разбитые вот на данной категории. Владелец процесса, инициатор, исполнитель, контролер, аналитик и лицо, принимающее решение. Немного поговорим об этих категориях. Владелец процесса это тот, кто создал процесс, определил все правила, спроектировал. Он за этот процесс отвечает до тех пор, пока он не назначил на этот процесс лицо, принимающее решение. Это еще одна роль. Инициатор. В каждом процессе возможна инициация. То есть процесс может не быть регулярным. Он возникает только тогда, когда проявляется какая-то инициатива. Для этого у нас есть специальная роль, категория ее, инициатор. В данном случае это как раз категория вот для этой роли. Дальше исполнитель. Тот, кто какие-то функции исполняет. Есть контролер. Исполняют функции, связанные с контролем. То есть одно дело мы запланировали процесс, другое дело, когда мы контролируем правильность его исполнения. Далее мы должны проанализировать, как этот процесс исполнялся. Возникали ли какие-то постоянные системные ошибки. Если возникали, нам нужно разобраться, что явилось тому причиной. Этим занимается аналитик. После этого аналитик передает информацию владельцу процесса. И владелец процесса уже принимает решение, что делать дальше. Либо мы работаем по этому процессу, как это было заведено. Либо этот процесс меняется. Либо ответственный за процесс может быть наказан, потому что он неправильно исполняет этот процесс. Все это решает владелец процесса. Либо если он делегировал эти полномочия лицу, принимающему решение, решает он. Но надо понимать, что процессы разные. Есть связанные с определением того, что связано с финансами. И там роли, порожденные на этих категориях, будут звучать по-другому, чем, например, в процессе, где речь идет, скажем, о выплавке стали или о продажах. Поэтому семантические корни у этих ролей одинаковые. Вот они здесь слева. А названия самих ролей могут быть отличными. С левой диаграммы, правой кнопкой я хватаю элемент. Здесь я отпускаю. Возникает диалоговое окно, вам уже знакомое. Вы выбираете здесь вариант. Соглашаетесь. И у вас на основании этого элемента создается его вариант, который вы называете. В соответствии с тем, в каком процессе эта роль будет использоваться. Ну, вот, например, владелец процесса пинжекирования. Здесь у нас название попало в рамки. Мы его можем прочитать полностью. Если бы оно не попало, нам бы пришлось что-то сокращать. Но сокращать таким образом, чтобы название было понятно. Заполняем мы здесь те же самые атрибуты названием и описанием. Здесь в описании не нужно писать ни в коем случае, что эта роль исполняет. Потому что эта роль может сейчас исполнять одну функцию, а потом вы решите замкнуть на нее еще какую-то другую. Заходить потом в описание и менять какие-то значения вы, скорее всего, забудете. И у вас возникнет коллизия. То есть в описании написано одно, а по факту видно, что есть связь этого элемента еще с какими-то функциями. Возвращаемся к этой диаграмме. Мы сюда перенесли эти объекты, переименовали их. У нас возникли связи сразу, как только мы сделали связь типа вариант. Теперь сюда же мы переносим из диаграмм, касающихся орг структуры, должности, которые нам нужны, либо категории должностей. И создаем связи между этими элементами, между должностями и ролями, которые они исполняют. Иногда должность может исполнять несколько различных ролей. В таком случае мы должны сделать не одну стрелку, а допустим две. Давайте попробуем еще одну стрелку здесь построить. Возникает диалоговое окошко и нам нужно выбрать функционально управляет. Все связи, которые вы здесь видите, это связи типа функционально управляет. Вот я специально отправился в папочку метод и открыл закладку Connection Tips. Она находится вот здесь, в самом корне. Покажу вам функционально управляет связь. Вот оригинальное ее звучание из Organization Engine 4. Кстати, здесь и происходит ручной перевод всех терминов, которые попадаются в элементах. В элементах и в связях. Мы об этом еще поговорим. Диаграмму распределения ролей мы строим только после того, как у нас уже появились диаграммы бизнес-процессов. До этого определить, какие у нас роли будут участвовать в бизнес-процессах, определить, как они будут называться, практически невозможно. Потому что названия этим ролям дают сами процессы и дают сами функции, за которые эти роли будут отвечать. И еще, без построенных бизнес-процессов мы не сможем правильно распределить нагрузку между сотрудниками. Мы просто не поймем, в каких процессах они там будут участвовать. Мы сейчас с вами изучаем бизнес-роли в рамках модели объектов бизнес-окружения. Но надо понимать, что эта диаграмма строится после того, когда у нас появляются модели бизнес-процессов. После этого построить диаграмму распределения не составляет особого труда. С одной стороны, мы уже знаем все должности, которые у нас есть. У нас есть орг структура. Мы уже знаем функционал. Мы расписали все бизнес-процессы. Теперь нам остается только построить роли и связать их с должностями. И таким образом появятся уже модели. Прежде чем закрыть эту тему, я бы еще на одну особенность базы данных ARIS обратил бы ваше внимание. А именно, пока мы с вами строили эти диаграммы, у нас появлялись некоторые объекты. Потом мы их удаляли. Потом мы их выделяли. Нажимали просто кнопочку Delete. Но если мы, например, сейчас нажмем вот эту кнопку Объекты, то мы увидим все объекты, которые мы вроде как бы удалили. Но на самом деле они остались здесь. Это свойства базы данных ARIS. Это свойства очень редко используются. Но этот мусор иногда мешает. Особенно тогда, когда мы начинаем выгружать какие-то данные из базы данных в отчеты. И в эти отчеты попадает этот мусор. Чтобы этого не происходило, после каждой проведенной работы, перед тем, как закрыть модель, лучше сделать ее очистку. Делается это очень просто. Мы правой кнопкой жмем по базе данных. Убираем Properties. Если у вас не подсвечено, нужно подсветить его раздел Administration. И просто жмем кнопку Reorganize. Подтверждаем. Проходит некоторая... Да, быстрая анимация. Окей. И сейчас база очистилась от всех элементов, которые мы удалили, но которые остались... Кстати говоря, сразу обращу ваше внимание на то, что здесь есть еще одна очень полезная кнопка. Backup. Вы можете ее нажать для того, чтобы после каждой сессии сохранять текущий вариант вашей базы данных. Делается это просто. Backup. Выбираете место, где вы хотите ее сохранить. Кстати говоря, если вы хотите ее заново поднять. На сервер вы правой кнопочкой нажимаете Local. Properties. И у вас есть кнопка Restore. Вы выбираете ту базу данных, которая вам нужна. Нажимаете на нее. Нажмете открыть. И она вставляется на сервер. Та тема, которую мы с вами будем изучать в следующем уроке. Это модель бизнес-процесса. Возможно, самая сложная тема при изучении модели. Стараемся быть очень внимательными. Задействуем весь свой интеллект. Думан. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...